МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько далеко может зайти женское воображение, когда любимый мужчина о твоем ребенке заботится больше, чем о тебе? Знакомьтесь, Валентина Ивашенко. Я, Валентина Калена, приехала из Северсонской области, Каланчатский район, село Гавриловка-2. Полных лет не сорок, один. Живу с гражданским мужем. Вон моложе на меня на 13 лет. Вот зять куму, постоянно скандали, думдого не разговариваем. Меня зовут Виктория Пасечник, я кума. Не было, можно сказать, и зачем, но ссориться уже почти год. С сестрой конфликты. Всегда остаюсь я плохая. Не могу понять, из-за чего и про что. Я кому-то или плохо делаю, или в них зависть такая. И я не могу понять, честно. Встречайте, Валентина Ивашенко. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, Валентина. Прошу присаживайтесь. Почему вы здесь? Хочу разобраться со своими близкими. Тогда давайте познакомимся с вашей грубой поддержкой и начнем. Муж Виталий. Кума Вита. Александр Друг. Сестра Люда. Алена Подружка. АПЛОДИСМЕНТЫ Скажите, а чем вы занимаетесь в свободное от выяснения отношений время? Вообще-то у меня дочка старшая и сын трехлетний. Родился дитя инвалид. Какой у него диагноз? Болезнь парапорез нижних ножек. У него сильно расслаблены мышцы. Так а вы, получается, на работу не ходите? Нет, сейчас хожу уже. Кем работаете? Социальные работники. Ухожу за дедушками и за бабушками. Людмила, а вы старшая сестра? Да. Какие у вас отношения с Валентиной? Хорошие, нормальные. Виталий, вы почему смеетесь? Нормальные. Между сестрой и сестрой может быть по-любому какие-то скандалы. В каждой семье бывают ссоры. Давайте вот мы договоримся не говорить о том, как бывает в других семьях. Мы же говорим о конкретных людях. Ну да. То есть вы хотите сказать, что ругаются по-черному? Да, конечно. Ну, бывает. Ну вот. Правила вы знаете. Да. Вы можете выяснить отношения, можете заработать четверть миллиона гривен. Ну, конечно же, если честно, ответите на 21 вопрос. Все вопросы разделены на блоки. В первом блоке их шесть. И фиксированная сумма пять тысяч. Можем начинать? Да. Внимание, вопрос. Вы презираете сестру за то, что, имея собственную квартиру, она положила глаз и на дом, доставшийся вам от родителей? Да. Это правда. У нас мама рано умерла. Ей только исполнился 41 год, и она у нас умерла. Сильно большая гора. Ну, папа у нас остался. Ну, как папа, давайте я вам сказать честно говоря, что раз-два, мамы нема, и сразу женится. Ну, и сидим мы на поминках, и я скажу, кто будет в этом доме жить, а папа собирается уже уезжать с невестой. С невестой? С невестой, да. Люда Кобуш, она ко мне, квартира есть, я живу, я не буду. Потом просто она сказала, что давайте за приватизацию деньги отдам, а сама в дом зайду. Я говорю, ну, я, господи, а я куда? На улицу с детьми. Хотели сестру на улицу выставить? Ничего, не было. Не было этого? Ну. На дом не претендуешь? Нет. То есть все это беспочвенно. Может, она не помнит этот разговор, но я прекрасна, слава богу, и с памятью у меня все в порядке. У нее плохо с памятью. У нас и разговора не было за дом, Люда. Ну, как не было разговора? Ну, Валя, так, не было разговора. Ну, я спрашиваю, ты ося такая, давай тебе за приватизацию, сколько ты отдала денег, я тебе отдам. Не было чего. Я лично чула это. Было такое. Я присутствовала при этом разговоре. Мы сидели, по-моему, какой-то праздник был, да? Люда приехала в гости. Я не знаю, это было в шутку, или это было не в шутку, или это просто, как бы, выпившие разговоры женские обычно. Но я знаю, что Валю эта тема затронула. Людмила, два человека говорят, что был разговор. Вы считаете, они выдумывают? Не знаю. Ну, у меня на дом не было никакого. Она меньше, ей сказала, заходь и живи. У меня там своя. И дом этот самый. Ну, вот же сидит сестра, говорит, не надо мне твой дом. Может, в шутку, или не в шутку. Не было чего. Виктория, а у вас хорошие отношения с Валентиной? З вчерашнего дня, да. А до этого? По пустякам поссорилась абсолютно. И как долго не разговаривали? Больше, чем полгода, конечно. Хотя до этого мы десять лет продружили. Она мне и мама, и сестра, и подруга. В одном селе живете? Да. На одной улице. На одной улице? Да. А вот интересно, вы когда встречали друг друга на улице, вы отворачивались? Просто проходили, и все. Даже не здоровались? А что произошло вчера? Почему вы решили вдруг помириться? Вчера мы ехали на передачу, ну и, конечно, в дороге мы помирились. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. В тему хороших нормальных отношений. Вы пожалели скутер для Кумы, считая подругу и ее мужа безалаберными растяпами? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Это... А ты скутер хотела? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, это скутер. Угу. Я вроде ничего не жалила. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виктория, в чем же проявляется ваша безалаберность? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, был такой случай, конечно. Я взяла скутер, но я аккуратно вожу, я сама водитель. Но Куме, конечно, показалось, что я что-то там сломала. Показалось? Показалось, да. Сначала Куме показалось, что ее сестра претендует на дом. Потом ей показалось, что вы что-то сломали в скутере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за история? Что вам там показалось? Ну, вот Кума в Каланчак на район. Там 20 км. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, там просто охлаждает, когда она пыляет. А вы зачем поломали вентилятор на болгарке? Во-первых, она забрала болгарку не ту, не свою, а нашу, поломанную. Не одинаковую, одна в одну. Я прошла, говорю, Валя, отдай мою болгарку. Кажет, это твоя болгарка? Я говорю, да. Все на месте, все на месте. Она забрала и пошла своей болгаркой. Ну как можно посмотреть, если болтов нету, а на другой есть болты? И забрать ту, что болтов нету. Я просто подумала, что ты сломал. Ну я оставил бы с болтов. Но я просто даже ничего не сказала, я думаю, отремонтирую и не буду. Зачем мне скандалы, как бы из-за пустяков? Я считаю, это мелочи. То есть вы отдали куме свою поломанную болгарку? Она сама ее взяла. Ну вы-то знали. Ну я-то знал. И? Вернуть болгарку желания не было? Они не общались, я с ней не здоровался, она не общалась. Тем более выгодно же не здороваться, болгарка досталась. Ну, она уже отдала нашу в ремонт. Если сейчас с ремонта она заберет нашу, отдать мне. Я ее дам ее. Еще бесплатно подчинили. Да. Господи. Кума вам простила болгарку. Подлость, так сказать. Подлог болгарки. А то, что она случайно там в яму какую-то въехала, ну все. Враг номер один. Ну, как враг номер один. Ну так. Во-первых, она должна была сказать, что поломана там. Ну, честно сказать, это мелочь из-за этого, как бы, бачишь. Ну, друг на другу наступить. Для вас мелочь, а для Кумы нет. Продолжим? Внимание, вопрос. Зная, что можете убить Куму одним ударом, вы боитесь давать из дачи, когда она кидается на вас с кулаками? Конечно же, нет. Это правда. А вы что, действительно деретесь? Бывает, дралась инооднократно. Так. Шоржкума серги теряю. А куда вы бьете обычно? Куда целитесь? Куда попадаю, туда и бьем. А из-за чего деретесь? Ой, ну, вам компания сидимого, там, я знаю, что нам... Скучно. Скучно, да, там. Слово за слово. Просто раньше, когда у нас трошки были посиделки, там трошки выпьем, ну, понятно, у Кумы есть такое выражение дура бешена. А це мені абсолютно не нравится, це ее выражение. И начинается. Да она кого дурой бешеной называет? Ну, уче-то всіх женщин, она всіх обсыпает. А вы ей как отвечаете на это? Ну, естественно, сама дура бешеная. А она что? Ну, понятно, ах я, рукава закатает и запатли. Ну, всякое бывало. Все бывает. Главное, что сразу умиримся. Ну, это надо видеть. Кума пише смс-ку, сразу кума и звенит. А можно узнать, откуда вы знаете, что можете убить куму одним ударом? Не то, что одним ударом боюсь. Ну, я знаю, что, если, ну, буду, ну, там, если даже мы боремся, я никого не вижу, что там нам не побьет. Кстати, я тоже не боюсь. Вы тоже ее можете одним ударом убить? А давайте выясним это раз и навсегда. Вот прямо здесь, прямо сейчас. Ну, сразитесь с кумой. Давай. А можно я каблук и сниму? Можно. Снимайте, давайте. Мы уже после программы, мы уже выясним отношения. Алена, а вы видели вот выяснение, кто бешеная дура, нет? Нет, не раз. А вы, Александр? Раз было, да, да, да. А я еще там разборонял их, конечно, да. А как это выглядело? Ну, так как выглядело? Летела скамейка, да, в куму, да. Я, конечно, руку поставил свою, отбил скамеечку, спас куму, естественно. Кума потом ушла, как бы, потом не появлялась. А тогда они из-за чего поругались? Ну, как бы, ну, из-за Виталия, как бы. Может, какая-то ревность там. Ну, вы хотите мужа у кумы отбить? Виктория? Нет, зачем? Нет, конечно. Он только приехал, только начинались отношения. Ну, ей что-то, может, не понравилось. Как бы, она же все-таки близкий человек, как бы, и она кумаю. Как вы относитесь к мужу своей кумы? Ну, сейчас нормально. Раньше, конечно, я скажу, было у меня, и не только у меня, конечно, это не мое мнение, что. Сомневалась, что Виталия, Люба, просто, как бы, думала, что он там в корисных целях Валю использует. Там, как бы, пользуется и любовью, вниманием. Ну, через чур это все было, как бы сказать, наиграно. Ну, отношения зайчик, котик. Завидывали? Не завидывала. Мне тоже, кстати, в личной жизни все хорошо, мне не мать чего завидовать. Просто я кому не хотела, чтобы она, ну, влюбилась на старость. Вот, или не знаю. А напомните, сколько вам? 41. Это так просто выражение, как бы. Страшное дело. Кстати, а вам сколько? 30. Ну да, вы же еще... Да, ну вот. Уже тоже нет. Уже тоже нет? Я не его ревнувала. Если честно сказать, я ревнувала ей до него. А-а-а. Просто она всегда со мной была рядом. Раньше она с вами дралась, а теперь с Виталием дерется. Мы начали драться, тогда, когда Валя отношения были с Виталием. Тогда у нас, конечно, уже отношения трошки попортились. А до этого у нас все было хорошо с Валей. А мне Олежка не нравится ей. Да, у нас есть. И у нас сразу... Так радоваться надо. Никто ни у кого не уведет мужа. А вы расстраиваетесь из-за этого? Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы всячески оскорбляете мужа кумы, чтобы на его фоне ваш жених выглядел солиднее? Да. Виктория, а вы как думаете, правда это или ложь? Даже и не знаю. Правда. Я знала, что да. Как вашего мужа оскорбляют? Можно я не буду доказать? Да нет уж. Здесь говорят только правду. Ну, разными словами. Пускай он кума скажет. Ну, вот так сказать. Кажи, как есть. Ну, так скажу, алкоголик, наркоман конченый, там еще что-то. В горячем порыве все бывает, оскорбляю кучу. Ну, а ваш муж наркоман? Нет. Алкоголик? Ну, выпиваю, сейчас не пью. То есть на фоне наркомана и алкоголика Олега Виталик выглядит практически принцем на белом коне. А чем ваш муж Виктория хуже? Он ничем не хуже. Мне лучше. Он у меня солидный, высокий, воспитанный, образованный. Ну, вот, бачите, у нас и начинается. У нас разногласия идут. И тогда у нас начинается. Так а в чем разногласия? Давайте так, кто выше? Ваш муж или муж Виктории? А я не знаю, кто из них выше. Виктория знает? Олег выше. Олег выше? Ну, я их не промеряла, не ставила. У кого образование лучше? Ну, Олег-то там учился. О, смотрите, видите. Кто больше культурных слов знает? Ну, не знаю. Ну, Олег же постарше. Ну, да, ведь постарше, конечно. Ему же уже 49. Ну, так, выходим. А вам сколько? 27. Опыт все-таки на стороне Олега? Ну? А цветы чей муж чаще дарит? Ну, конечно, кумы. Виталя. 4-1. А комплименты кто чаще делает? На, Людю. Виталя, конечно. Вот она, ваша зависть. Виталий, молодой, с цветами, комплиментами. Вам 27, а вам 41. А вас не смущает такая разница в возрасте? Нет. Почему? Потому что я этого человека люблю. Какого человека? Валентин. А вы почему жену человеком называете? Ну, я, в виду, жену свою люблю. Любите? Как давно вы вместе? Два года. Как познакомились? На ЖД вокзале. И куда вы ехали? Я никуда не ехал. А вы на вокзале работали? Нет. Проходил мимо. Мы с Комой приехали на Одесский поле в Одессу. С Комой были. Ну, мы до того с Комой выпили коньячка. Потом оказалось, что мало. Ну, думаю, пойду. Возьму еще коньячка. Ну, вижу парень. Он там в вокзале сидел. Ну, спал. Ну, думаю, ну, может, это... Просто мне не то, что там познакомиться. А не было, думаю, выпить. Кома отказалась потом. Она говорит, будешь коньяк пить? Я говорю, да. Вот это подфартило. Точно. А вы почему спали на вокзале? С Будуна. Домой ехать на автобусе. Вы очень фартовый человек. Ехал с работы, получается. Работал в охране. Ну, и погуляли чуть-чуть. И тут я собирался с вами идти на автобус. И тут она, будешь 50 грамм коньяк? Я говорю, конечно, буду. И? Ну, и мы выпили. Обменялись номерами телефонов. Ну, и все. Потом она познакомилась с парнями. Там кроме Виталика был еще? Да, парень стоял, я не знаю, знакомый друг. Я не маю там 10 минут, 20, полчаса. Ну, я вошла там с Родионом. Радик это ваш сын? Сын, да. Радик. На улице, дивлюсь, Валя стоит уже, беседует, ну, стоит с будущим ее супругом, с Виталей. Говорю, Валя, это Одесса, обдурять. Мы же приехали села, забираю ее. Она уйдет. Я могу одним ударом? Да. Ну, типа того. Побылися в поезде. Вы в поезде подрались? И там, и там. Почему вы дружите? Просто интересно. Им нравится, наверное, так. Вы мазохистка? Нет. Я не мазохистка, ну, просто я комью все прощаю. Просто я знаю, коли вона выпьет, вона трошки себя неадекватно ведет. Но на утро вона совсем другая. Алена, помните, как Виталик приехал? Помню. Кома приехала с Одессы. Она говорит, давай позвоним, пускай приедут до нас в гости. Позвонили, говорите, коньяк будешь? На самогон был в этом. А у нас самогон? Ну, мы же позвонили. Он говорит, сейчас приедем. Мы вечером звонили. А на следующий день уже, ну, что, вы выехали? Виталя говорит, да, мы выехали. Ну, мы думали, они шутят. Смотрю, вы не спешите. А скажите, вы часто вот мужчин вызывали к себе в село? Нет, это первый раз так получилось просто. Приехал раз, и остался жить. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Угощая коньяком привокзальных пьянчуг, вы забрали домой самого чистого из них? Да. Это... Правда. 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 А вы культурные, цветы, Дарья, просто был самым чистым. Я не то, что я был каким-то бомжом или грязно одетый, или чисто. Я был нормальным человеком с работой, со всеми. Да, вы были человеком, который после работы выпил, перекимарил на ЖД вокзале и шел домой. Не, и шел в бутылку. С иголочки. Почти. Скажите, Виктория, вот когда Виталика на вокзале увидели, вы что о нем подумали? Ну, бомж какой-то. Валентина. А? Бомж? Ну, я бы не сказала, что он бомж. Нет, ну он красивый, дитя, и бомж. Как есть бомжи, я бачила бомжи. Ну, и чтоб там бомж, не бомж. Ну, как раз так судьба, не знаю. А как он остался у вас? Я просто Виталию пригласила, и он остается у меня в гостях. А того Вадика, или как его знакомого, сразу проводили, дали на дорогу, и сразу Лида его вывезла. В смысле, дали на дорогу? Ну, проехали женихи без денег. Без денег. Как это? Ну, вот так вот, спонтанно все. Вы уезжать не планировали, как я понимаю. Нет. Нам главное добраться, а там нас уже не выживут. Я вообще ехал домой в автобусе ночью. Ехал домой, тут они звонят. Вообще, вот эта вот легенда про автобус, на котором вы ехали. Мы доехали. Нет, вечером. Без денег. Ну, вечером. Я с деньгами же был, но в автобусе сидел. А как билеты за что же покупали, если я был без денег на поезд? А почему у друга денег не было уехать? Потому что друга я взял на вокзале. В смысле взяли друга на вокзале? Ну, говорю, хочешь, поехали. Ну, парень какой-то сидел. Чтоб веселее было. А вы зачем вот бомжа в гости с собой взяли? Ну, и как сказать, зачем? Не то, что мне веселее было, во-первых, вдвоем. Ну, если вдруг выгонят нормально вдвоем. Лучше вдвоем, чем одному, припустим. Лучше, когда двоих выгонят, да? Да, ну, и мы так приехали. И с тех пор Виталий остался жить у вас, а его друг вернулся на вокзал? Его отправили, я остался. Ален, а вам, может, оставили бы себе второго? Нет, у меня муж есть. А вы при живом муже вот это напились и мужиков вызвали из Одессы? Ну, получается так. Скажите, какие отношения у Виталика с сыном? Хорошие. Он за ним ухаживает и старается там учить его, чтобы и разговаривать, и ходить. У нас не ходит сын. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Вы подозреваете гражданского мужа в том, что во время секса он возбуждается, пялясь на вашего сына? Да. Это... Правда. Я его не хочу ничем не обидеть, потому что мы занимаемся любовью или сексом. Неде по сторонам не раздавляется. Но есть такие моменты, что смотрится, что кроватка рядом возле нас. Может, ориентация в него какая-то или что-то. Вы почему смотрите на ребенка? Во-первых, я на него не смотрел, это раз. Во-вторых, я смотрел вообще в другую сторону. И у нас такой ребенок, у нас была первая кроватка, он выпадает, он просынается, переворачивается, может выпасть из кровати. Не то, что я от него возбуждаюсь, а вообще ему непостижимо. А ей все кажется, что я куда-то смотрю. То есть на звездочки смотрю, то на двери я смотрю, то на ковер я смотрю. Вам не приходила в голову мысль, что он просто смотрит, не проснулся ли ребенок? Не, ну извините за выражение. Ну что дивиться туда? Мы лежим на одной постели, и не надо, но я же не смотрю по сторонам там. Пить меньше надо. А я не пью. Ну вот не знаю, что-то меня мучает. И что на вашу передачу рехать? Что меня мучает? Да, раньше было. Валя меня просила, чтобы я приходила просто до них и подивилась, ну как бы там, им она за Радиком. Валя просила вас прийти и посмотреть, чтобы Виталик не растлевал Радика? Придивиться за человек, человек незнакомый. Они прожили буквально пару месяцев, понятно, подозрения будут у каждой нормальной мамы. Нормальная мама не пустит в дом незнакомого человека. Ну, не так уж незнакомого. Да? Ну, да. Поведение Виталика говорило о том, что он извращенец? Нет, 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 абсолютно нет. Он как батько до сына относится. А вот это вот подозрение, которое вы сейчас услышали? Я считаю, это глупость. Нет, Виталя не такой. Вот я могу сказать, я хочу это выяснить и выяснить, да, или такой, или такой. Как вы вообще к этому относитесь, Виталик? Это вообще, я не знаю, я даже не могу слова, у меня в роте пересохло уже. Как можно про такое думать вообще? Ты знаешь сама, как к Радику я отношусь. Я его люблю как сына, я его научил лазить. Я его учу ходить, я его учу разговаривать. Вот мне чего и болит душа, понимаешь? Я пришла на эту передачу, я пришла тут поулыбаться и рассказать про то, что туда. Вы хотите, чтобы Виталик прошел тест на полиграфию? Да, я пройду. А вы готовы? Конечно. Хорошо. У нас в студии есть полиграфолог, и сейчас Виталик ответит ему на вопросы, которые вас интересуют. Ну, тем не менее, легче будет на сердце, на души, на все. И сейчас мы все узнаем. Сильно переживаю за своего ребенка так, что я, может, уже никому не доверяю. Может, даже родной сестре, понимаете? Напрасно. Я хочу, чтобы мои дети были в любви, всегда в внимании, чтобы никто их никогда не видит. Так вот же, вы нашли мужчину, который проявляет внимание по отношению к вашему ребенку, заботится о нем, любит, как родного. Ну... А вы за это его на полиграф. Ничего страшного. Я то, что ваша передача такая, чтобы не обрехать, обмануть. Ну, тогда, значит, будет хорошо, а может, и плохо. Не знаю. Простить-простить, не простить-не простить. Да, конечно же, куда ему, на вокзал возвращаться, что ли. Виталий прошел тест на полиграфе и готов вернуться к нам в студию. Ну что, как впечатление от прохождения полиграфа? Нормальные. Скоро мы узнаем ответы, которые дал ваш гражданский муж. Ну, а вначале у меня для вас приятная новость. Вы заработали 5 тысяч гривен, ответив честно на 6 вопросов. Во втором блоке 5 вопросов и 15 тысяч гривен. Плюс ответы на вопросы вашего гражданского мужа. Продолжаем. Да. Виталий. Да. Вам был задан ряд вопросов. Некоторые из них я сейчас повторю в этой студии. Ответы Виталия на ваше участие в нашем проекте никак не повлияют. И даже если он солжет, мы с вами продолжим. Хорошо. Дорожие свидания. Я готов задать вам первый вопрос. Вы трогали больного сына Валентины для того, чтобы достичь сексуального возбуждения. Нет. Это... Это... Ложь. Вы понимаете, что это значит? Да. Это не может быть такого. Вы что? Виталий отошел. О, Боже. Я предвидел вашу реакцию, поэтому хочу задать вам еще один вопрос. Готовы на него ответить? Конечно. Внимание, вопрос. Нет, это не может быть. Это правда, что больной ДЦП сын Валентины вас сексуально возбуждает? Нет. Это... Ложь. Ой, Боже мой. Ваш ответ? Нет. Ложь. Так показал полиграф. Можно мне воды что-нибудь успокоить, а ну? Спасибо. Я совершенно с него согласен сто раз пойти, но я говорю, если нет, так нет. Я говорю правду, это невозможно даже думать, как вот в голову влазить такой уж. Чтобы ребенка больного трогать, и чтобы он возбуждал. Но это не может быть правдой. Я не знаю, правда это или нет. У меня есть показания детектора лжи. Я отталкиваюсь исключительно от них. Я не способен читать ваши мысли. Скажите, у вас был секс с мужчинами? Нет. Можно я задам вам еще один вопрос? Внимание, вопрос. Что это за друстика такая? Господи. Да нет, это вы шутки. Да. У вас был секс с мужчинами? Нет. Это... Ложь. Ложь. Все ложь, припустим. Все, что мне задавали вопросы, я на все лгал? Нет. Как нет? Не на все. Вот три вопроса, которые я вам задал в этой студии. Да, на них вы солгали. Да не мог я солгать. Я себе голову даю наотрез. Этого не может быть. Как это вообще? Вы же помните, да? До того, как вы ушли на детектора лжи, я сам в этом сомневался. Я подшучивал над Валентиной. Над ее странными гипотезами. Но Валентина, к сожалению, оказалась права. Детектор уже такое вещь, если там дернулся или моргнул не так. Смотрите, вы же должны понимать, что мы говорим о достаточно серьезных вещах. Правда ведь? Ну, конечно. И полиграфолог, который проводил тестирование, тоже это понимал? Ну. И эти вопросы вам были заданы несколько раз спустя определенный промежуток времени. Правда ведь? Ну, да. Ну, вот. То, что мы сейчас видим, это результат ваших реакций. Я не знаю, это не может быть такого. Не хочу даже верить в это. Хотите узнать, почему Виталий живет с вами? Да. Можно я задам вам еще один вопрос? Внимание, вопрос. Это не может быть, потому что... Вы живете с Валентиной только потому, что она вас одевает и кормит. Ваш ответ? Нет. Давайте узнаем результат. Это... Лоб. Это за цирк какие-то. Этого не может быть. Что значит кормит, одевает, обувает? Я не знаю. А вы где-то работаете? Я пенсионер, нет. Какая у вас пенсия? Тысяча гривен. Хватает? Нет, конечно. Ну, вот, видите. Что скажете? Я вообще в шоке. Ты веришь в это? Я же говорю, что я пришла сюда правду на эту передачу узнать. Ну, я правду. Я хотела ответ почуть на этот вопрос. Я почула. Может, там, да, один, два, но эти три вопроса. Ну, вы подождите. Получается, сейчас я який-то педофил. Но по-другому не назовешь. Я не хочу что-то доказывать, прав я или нет. Но я знаю свое. Что вы предлагаете? Я еще хочу пройти этот полиограф. Как он называется? Так вы же не готовы принять результат. Вот что мне делать в этой ситуации? Верить вам на слово? Ну, как вы считаете? Выбирая между вашей версией и версией полиграфа, я выбираю полиграф. Как вы к этому относитесь, это ваше дело. Как к этому относится Валентина, это ее дело. Еще на один вопрос ответите? Конечно. Внимание, вопрос. Вы занимались сексом с сыном Валентина? Господи. Вот все вопросы. Мама, мама. Ваш ответ? Нет. Уверен? Да. Это... У меня главное отвечать, это ее все равно. Правда. Что это обозначает? Слава. Слава. Да нет, я... Вот этих первых четыре этих, я... Это что обозначает? Я уже не пойму удачи, нет. Он сказал, что не занимался сексом с вашим сыном, и это была правда. А сейчас он тоже неправильно показал? Да тут все правда было. Тут ложи вообще не было. Я не то, что это... Да я согласен сейчас, чтобы мне голову отрубали. Положить, чтобы прямо взяли топором и отрезали. Но я... Как вообще в голову может влезть такое? Что я там на сына, что-то... Да это вообще... Возбуждался... Вы ему верите? Я сейчас вообще не могу ничего вообще рассказать. Не то, что там я не заступаюсь, я не могу... Мне... Ну, не хотелось мне верить, конечно. Этого не может быть. С... Знаете, вот мне хочется вам верить. Ну, увы. Ситуация настолько противна, что мне сложно даже вот принять ее как правду. Во-первых, что она противна, а что стыда на всю Украину. Это раз. Во-вторых... Я не верю. Что, если б я в чем-то себя чувствую... Я бы пошел бы на той полиграф? Понятия не имею. Не пошел бы. Полиграф не обдурешь. А можно что-то или успокоительнее выпить, или водички хотя бы? Я спал с мужика. Спасибо. Ты веришь вот этому, что было? Я не знаю. Сейчас ничего ты не могу сказать. А я знаю, что такого не было. Ну, дай бог. Продолжаем? Да. Внимание, вопрос. Я верю тут? Я не верю. Вам больно осознавать, что кроме бездомного инвалида, никто не обратил на вас внимания? Ничего себе. Мой ответ – нет. Это ложь. Ложь. Знаете, Валентина, еще до того, как зажегся красный свет, я знал, что вы солгали. Потому что то, как вы ответили, потому что то, как вы ответили, и вам больно это осознавать. А что я бездомный? А что я бездомный, во-первых? А что я бездомный, во-первых? И инвалид еще. А за что пенсию получаете? За глаз. Ну, дальше продолжать? А что, бездомный? А на вокзале чего вы ночевали? А почему приехали жить к женщине без копейки в кармане? С бомжом за компанию? Это цирк, короче. Нет, это не цирк. Нет, ну вот мне, если честно, интересно насчет вот этих. Я не успокоюсь. Ну, на данный момент участие в нашем проекте для Валентины закончилось. Закончилось, спасибо. Вы можете сейчас вместе с ней отправиться и задать все интересующие вас вопросы полиграфологу. Заодно и Валентина послушает, может, что для себя поймет. Хорошо. Ясно. Хуже всего, что в этой ситуации страдают дети, которые являются заложниками ваших отношений. Но в любом случае, для вас участие в проекте закончено, можете подойти к своей группе поддержки. Все, спасибо. Да, спасибо. Спасибо, с помощью вашей породачи я поморилась у своей любимой кумой. Да. Ну, я такого не сказала, поняла? Мама сказала, может, но я не сказала. Так что не надо. Все, спасибо, до свидания. Я Виталию полностью доверяю. И я честно говорю, я не вірю. Он мне перед иконой стоит перед всем. Встанет, я в церкви, хай мне это. Я не вірю в этом. Это неправда. Вы себе представляете, как это вообще в голову, может, ребенок больной, торгаться, чтобы возбудиться. Я заранее кого-то при***шу тут. Ой, ой. Если человек что-то хочет сделать, если его там завлекаешь, за два года, он бы уже давно себе позволил это сделать. Педофила меня сделали. Я в зоне отсидел. Меня знают все. Меня знают, сколько блатных знакомых, во-первых. А, ну, спал с мужиком. Ну, да, я ж на зоне пи***р удал народ. Вот это да. Ну, я спал я с ним. А, это тоже считается. С***. О, в***р, блин.